Дата Сургутский услышал шакра молодого. Воры в законе на сходке в Турции продлили запрет на коронации до 2026 года. В Турции состоялась одна из самых больших за последние годы сходок воров в законе. Криминальные генералы собрались, чтобы обсудить муфиазии Дата Сургутского и Црипу, короновавших авторитетах Тамаса Марканского, которого в семье видеть не захотели. Однако главный вопрос встречи отпал сам собой. Как пишет Расбалт, Дата и Црипа отыграли назад ситуацию и лишили Ахтама погон. В результате воры в законе побеседовали на другие темы. Хотя разбор полетов из-за коронации с Амарканского еще продолжается. Сходка прошла на одной из частных вилл в пригороде Стамбула. Туда съехались более 30 воров в законе, в том числе Рамас, Каба, Матевич, Ираклий, Гишашу, Паата, Бесо, Аслан и другие. Посредством интернета в мероприятии принял участие Мираб Джангвиладзе, Мираб Сухумский. Криминальные генералы планировали обсудить поступок Давида Чхиквишвили, Дата Сургутский, и Тимура Занимси Цверидзе, Црипа. Они инициировали коронацию авторитетах Тамаса Марканского. Однако абсолютно все остальное воровское сообщество осудило этот поступок. Во-первых, потому что все было сделано в обход решения сходки в Ереване в 2015 году о моратории, но новые коронации. Во-вторых, из-за личности Ахтама, которому, как полагают криминальные генералы, не место в семье. Дата и Црипи предложили по-хорошему признать ошибку и отменить решение о присвоении погон Самарканскому, но они от этого всячески уклонялись. В результате решающий фактор сыграло письмо, которое в Турцию передал самый влиятельный вор в законе Захарий Калашов, Шекра Молодой, отбывающий сейчас срок в 9 лет и 10 месяцев колонии. В нем Мафязи номер один сообщил, что категорически против коронации Ахтама, поскольку она нарушает решение воровского саммита в Ереване. А дальше была часть, адресованная лично Дата Сургутскому, являвшемуся участником сходки в Армении и подписавшемуся под мораторием на коронации. Ему было предложено добровольно снять погон из Самарканского, иначе Чхиквишвили было обещано, что с него спросят за проступок. Ознакомившись с Малявой, Дата и Црипы связались с Рамазом Дзниладзе, Рамаз Кутаиский, и объявили, что отменяют коронацию Ахтама. Также было обговорено, что к Чхиквишвили и Немси Цверидзе не будет принято мер по воровской линии. В результате на сходке под Стамбулом по ситуации с Самаркандским никаких решений принято не было. Взамен собравшиеся воры в законе постановили, что единогласно поддерживают решение саммита в Ереване о моратории на коронации, а продлиться он равно до того момента, пока не состоится новая сходка по данному вопросу под предводительством того же криминального генерала, который проводил и армянскую. Речь идет о Шакре Маладом, чей приговор предполагает нахождение в местах лишения свободы до 2026 года. Таким образом, как минимум до этой даты и будет продолжаться мораторий на новые коронации. На этом, однако, история с Ахтамом не закончилась. Последнее долгое время сидел в ОАЭ, а по освобождению сблизился с авторитетным узбекским предпринимателем Гафуром, который одновременно ходился в Эмиратах вынужденной эмиграции. После разразившегося скандала с коронацией самаркандского Гафур заявил, что к произошедшему отношения не имел. Но у законников была своя информация. Согласно ей, Гафур давно хотел, чтобы в Узбекистане появился связанный с ним вор в законе, который мог бы противостоять единственному криминальному генералу в этой стране Бахтиеру Кудратулаеву, Бахти Ташкентский. И для этой роли был выбран Ахтам. В связи с этим влиятельные криминальные генералы порекомендовали Гафуру держаться подальше от дел семьи. Продолжение следует...